Всем привет! Продолжаем главу «Динамическое программирование». Сегодня будем учиться решать задачу о нахождении расстояния редактирования. Частный случай и обобщение данной задачи используется в очень многих областях, например, в биоинформатике, в системах контроля версий, в обработке естественного языка. Формулируется задача следующим образом. На вход нам даются две строки А и Б, не обязательно одинаковой длины. Длину А мы будем обозначать буквой Н, длину Б будем обозначать буквой М. Мы хотим найти минимальное количество редакторских правок, которые необходимы, односимвольных редакторских правок, которые необходимы, чтобы преобразовать строку А в строку Б. Под редакторскими правками мы понимаем вставки, удаление и замены символов. Данное число известно также как расстояние редактирования или расстояние Левинштейна в честь советского математика Владимира Иосифовича Левинштейна, который его ввел. Давайте приведем пример. Вот здесь даны две строки Editing и Distance. Это и есть английское название данной задачи Edit Distance. И здесь показано удобно визуально, что стоимость редактирования или расстояние редактирования данных двух строк есть пять. Чтобы это увидеть, давайте расклассифицируем столбцы данного так называемого выравнивания, которое здесь показано. Выравнивание, еще раз, это, во-первых, удобный способ показать наглядно соответствующую последовательность операции, а во-вторых, оно нам очень поможет для разработки алгоритмов. Итак, первый столбец это удаление, как здесь написано. Буква Е удалилась из первого слова. Следующий столбец, следующие два столбца, это просто, они содержат одинаковые символы, соответственно, называть мы их будем просто совпадениями. Четвертый столбец это вставка. Мы там взяли и вставили букву S в первое слово. Вот между буквами I и ET. Когда мы обозначаем вставку, чтобы обозначить вставку, мы сверху пишем просто прочерк в соответствующем столбце. Но вот в удалении мы пишем здесь прочерк в нижней строчке. Следующий столбец, который содержит две буквы T, это тоже совпадение просто. Следующий столбец, где I и A, это замена. Следующий столбец N, N, это тоже совпадение. Наконец, G, C, это тоже замена, ну или не совпадение. И последний столбец, это вставка. Почему стоимость здесь 5? Потому что платим мы только за те столбцы, в которых у нас не совпадение. То есть платим мы вот за этот столбец, это произошло удаление. Платим вот за этот, это вставка. Вот за этот, потому что это замена. Вот за этот, потому что это тоже замена. И вот за этот, потому что это вставка. Итак, у нас есть 5 столбцов, за которые нужно заплатить. Заплатили мы здесь 5 рублей, то есть стоимость для расстояния редактирования равна 5. Отлично. Давайте теперь развивать интуицию на тему того, какие же в данной задаче у нас будут подзадачи. Мы уже знаем, мы догадываемся, что решать эту задачу мы будем методом динамического программирования. И первое, и возможно самое важное, что нам надо сделать, это определить подзадачи. Давайте, как и в случае с наибольшей возрастающей подпоследовательностью, попробуем понять, как же может выглядеть оптимальное выравнивание. Ну, если совсем схематично, то вот как-то так оно выглядит, как здесь нарисовано. Это строчка А, записанная над строчкой Б, где в каждом столбце у нас либо два символа, либо один символ и один прочерк. Иметь два прочерка, конечно же, в оптимальном выравнивании нет никакого смысла. Ну, мы не знаем, как выглядит это оптимальное выравнивание, мы только собираемся его найти. Но есть одна вещь, которая все-таки нам заранее понятна. Мы знаем, что последний столбец оптимального выравнивания это либо вставка, либо замена, либо совпадение или несовпадение. Давайте рассмотрим все эти три случая. Например, это могла бы быть вставка. Это значит, что последний столбец выравнивания выглядит вот как показано на рисунке. В верхней ячейке там стоит прочерк, а в нижней ячейке стоит последний символ строчки Б. Все, что осталось в верхней строчке, это все символы строки А. То, что осталось в нижней строчке, это все символы строки Б, кроме последнего. Также последний столбец мог бы быть удалением. Тогда в последнем столбце в верхней строчке стоит последний символ строчки А, а в нижней строчке стоит символ. А то, что осталось кроме этого столбца, то есть стоит левее, это вся строчка А без последнего символа, а снизу вся строчка Б. Ну и соответственно, если в последнем столбце происходит соответствие или несоответствие, то там стоят два символа. Это последние символы наших двух строчек, а то, что остается, это префиксы наших двух строчек, это наши строчки, от которых отрезаны по последнему символу.